Ахмад Рифаи Ахмад Рифаи Это величайший ученый пятого столетия, прямой потомок пророка и был знатоком единобожья, известный большой аулия своего времени и нашего времени. Ахмад Рифаи Ахмад Рифаи Ахмад Рифаи Ахмад Рифаи Ахмад Рифаи Вы можете поверить, что аулия, богоугоднику у суфьев, простым движением одной руки может принести победу целой армии, а движением другой руки может нанести поражение другой армии. Ахмад Рифаи Ахмад Рифаи Оцените это, братья. Караматы — чудеса, что были написаны в красных и желтых книгах сухи. И говорить о караматах лучше, как о сказках. Ахмад Рифаи И пока они будут существовать в мире, на самом деле будет бессилие, униженность, слабость. И они вынуждены будут иметь союзы с тагутами, с такими, как, например, Башар Асад. И реальное положение мусульман сегодня — это слабость, униженность, превосходство неверий. Римляне поддерживают сегодня Израиль. Однако суфии не попросят вас поклоняться их святым, пока они не наделят их божественными атрибутами. Ихуали Рифа'и Аша'ри может приказать вещи будь, и она появляется. И ни один плод не находится в утробе матери без того, чтобы он знал о нем все. Будь это мальчик, девочка, послушный, счастливый и тому подобное. Эти божественные атрибуты приписываются их святым. Для того, чтобы отвлечь людей от мольбы к вечно живому и тому, кто никогда не умирает. Таким образом, они искушают мусульман, чтобы они просили у мертвых. Но как они смогут просить у мертвых, если они не будут иметь божественных атрибутов? Давайте продолжим вместе с вами. Первое доказательство, где Аулия одним движением руки дарует победу одной армии над другой. Будьте со мной. Вот книга «Раудатун-Надирин» «Аль-Уатари». Книга, рассказывающая о чудесах Аль-Рифа'и. Что говорит эта книга? В ней говорится, что иракская армия встретилась с персидской армией. И шейх Мансур, Мансур Аль-Батаихи Аль-Рифа'и, сидел со своими сподвижниками на холме, наблюдая за армией. И он, двинув своей правой рукой, сказал, «Это для армии Ирака». А затем, двинув своей левой рукой, сказал, «А вот это для армии персов». А затем он хлопнул в ладоши, и две армии столкнулись. То есть он хлопнул, и обе армии столкнулись. Хлопок руками означал столкновение армии. Затем он сжал свою левую руку, сжал ее в кулак, твердо сжал. И персидская армия одержала победу над Иракской. Иракцы потерпели поражение. Затем он разжал свою левую руку и сжал правую. И собравшаяся между его пальцев иракская армия одержала победу над персидской. Персы и их армия потерпели поражение. Большое поражение. Позор. Иракская армия вернулась в свои дома с победой и гордостью. Видите, братья? И это еще не все. И сейчас вы увидели джихад суфиев на пульте дистанционного управления. Суфийский Уалий на джойстике, передвигая своими пальчиками, наносит одной армии поражение от другой. Он хлопнул и две армии столкнулись. Посмотрите, люди в глазах Уалий были вот такими. Он двигал армиями своими руками. Мы с Аллахом, братья. Нам бы хотя бы троих таких аулия. Всего троих. Одного для того, чтобы нанес поражение армии Израиля. Второго, чтобы победил Россию. И третьего, чтобы победил Америку. Нам нужны три аулия. Всего трое. Лишь трое аулия. И вы увидите. И это еще не все. Вот книга Аль-Бурхану Аль-Муайед. Она написана Ахмадом Аль-Рифа'и, страница 74. В ней сказано, что Аллах дал полную власть и контроль. Полный контроль. Он дал полноту власти и контроль аулия над вселенной. Не только над землей. Нет. Святые имеют контроль над всеми вселенными. И они приказывают вещи. Вот и она появляется. Видите? А затем они говорят о восхвалении. Мы восхваляем Аллах за то, что не подобает его качеству. Но вот же вы приписываете свои аулия божественные качества. Ни у кого нет способности делать подобные вещи, кроме как у Аллаха. Кто? Кто дает приказ «Будь» и она появляется. Если бы и было творение, которому были бы дарованы подобные атрибуты, это был бы лучший из людей, пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям. Возможно ли такое, что этому человеку, мистеру Хлопушка, Мансуру Аль-Батайхи, который может приказать вещи «Будь» и она появляется, двигать армиями простыми движениями своих пальцев, и чтобы подобное не было доступно нашему пророку салаллаху алейхи вассалям, я удивлен. Напротив, их святые говорят о сознании людей, что означает, что они знают, что таится в сердцах. Они знают таинство сердец. «И если Хаулия когда-либо говорит о любви...» Что он говорит? Что говорит Хаулия о любви к Аллаху? «Любовь — это подобно любви к вину, выпитому в кабаке». Клик с Аллахом, это странно. Книга Рауда Туннадирин, написанная «Аль-Ватари», страница 21. Как вы можете видеть это сейчас на экране. Я не возвожу на них ложь. У меня есть трехчасовое видео, полностью разоблачающее путь и тарикат хрифаи. Я не хочу сегодня отнимать много времени, но я хочу просветить вас об этих мифах. Сегодня умма страдает от слабости и поражения. Аль-Акса оккупирована. А евреи находятся в самом расцвете сил своего высоковерия. И они гордятся своей несправедливостью. Несмотря на это, мы не видим, чтобы эти аурия сыграли в реальности какую-либо роль. Комерская ложь. Шейх Мансур Аль-Батайхи был спрошен о любви, и он сказал, «Любовь — это подобно любви к вину, выпитому в кабаке». Позор. Это же ахинея. Как это подобно любителю выпить в баре? Вы знаете, что такое бар? Бар — это такое место, где собираются вместе низкосортные мужчины и женщины, и не переставая пьют алкоголь. Вот такая у него любовь к Аллаху. Подобно выпивке в баре. Идут туда не из-за пьянства, а из-за смятения. Или не из-за смятения, а из-за пьянства. И это еще не все. Для того, чтобы придать божественные атрибуты святому, они называли его облегчитель, спасатель двух рас, джиннов и людей, у которого джинны и люди ищут помощи и убежище. Нашему пророку Сулейману, алейхиссалатуассалам, Аллах даровал власть, даже над дьяволами. Но аулия выглядят намного лучше на фоне пророка Сулеймана. Джинны, люди, шайтаны — все они. Все-все-все-все, все типы творений плачут о помощи. Это написано в книге Раудатун-Надирин, автора Аль-Ватари, страница 95. И они описывают пророка Сулеймана, что он самый милосердный, к которому обращались грешники. То есть он был милосерднее Аллаха. Посмотрите, что они говорят. Книга Раудатун-Надирин, страница 106. И ты самый милосердный, к кому обращаются грешники, и ты самый лучший, на кого можно надеяться. То есть лучше даже Аллаха. И ты самый лучший, на кого можно надеяться, когда возникает бедствие. Пусть Господь трона благословляет тебя до тех пор, пока восходит солнце и превращается в звезду, пока она скрыта. Я упоминаю вам это, чтобы разъяснить, что вместоимение возвращается к пророку Сулеймана. И ты самый милосердный, к кому обращаются грешники, и ты самый лучший, на кого можно надеяться. И это еще не все. Для них пророк вечен. Вечен. То есть нет начала в его сотворении. Вечен. Что они сказали в своей книге Баварик уль-Хакайк в свете фактов на странице 28. Итак, вы знаете, кто такие суфии. Они ругают нас, называют нас антропоморфистами, муджасимами, когда как сами вы предаете равных Аллаху богов. Давайте посмотрим, что они говорят о пророке, салаллаху алейхи ва салям. Книга Баварик уль-Хакайк, автор Абу-Худа, Сайяди, страница 128. И он свет, который вечен. То есть он бессмертен. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, это свет, который бессмертен. Вечный означает без начала и без конца. И он свет, который вечен. Он стал знамением перед лицом Вселенной. Весь мир держится за его одеяние. И его челна возвышается над троном. Весь мир держится за одеяние пророка, салаллаху алейхи ва салям. А его челна возвышается над троном. Это разве не неверие? Если мы скажем, что это куфр, они тут же начнут нас атаковать. Игейл, тахферисты. Но взгляните на их куфр. И даже это еще не все. Суфии привыкли наблюдать, как Кааба ходит. Кааба передвигается. «Эй, Кааба, ты куда собралась?» Так узрейте же это предание. Книга Рауда Туннадирин Аль-Мватари, страница 59-я. Он спрашивает. «О, Хаджи Али, ты был заперт. А ты направлялся к дому?» Он ответил «Да». Он сказал «Подни свою голову и взгляни». И он говорит «Затем я поднял свою голову и увидел Каабу. Я нашла». И пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал «Вот он я и Кааба». «Посетитель, мы навестили тебя». И затем сказал шейх Али ибн Алиба, или же Аляиба, что он возвратился в свое обычное состояние. Но он видел пророка, салаллаху алейхи ва салям, и Кааба, которые пришли навестить кого? Ахмада Арифа'и в могиле. Оба. И пророк, и Кааба. И он сказал «О, люди, я не сумасшедший». Это пророк, его сподвижники и Кааба стали посетителями. И пророк, салаллаху алейхи ва салям, приказал мне быть посетителем. Машаллах. Пророк, его сподвижники и Кааба посетили могилу Ахмада Арифа'и. Бисмиллях, машаллах. Более того, то, что мы сказали относительно Ахмада Арифа'и, этот человек, когда он начинал молиться Аллаху, он начинал плавиться. До тех пор, пока не превращался в расплавленный свинец. Вот книга «Жемчужина ожерелья». «Жемчужина ожерелья». О чем в ней говорится? «И когда истина проявилась перед ним в своем величии», то есть Аллах проявился перед ним в своем величии, он начал расплавляться до тех пор, пока не превратился в водяное пятно. А затем он начал осознавать милосердие. Затем он становился твердым время от времени. Он таял, как масло. И если его вернуть обратно в холодильник, оно затвердеет. Вот таким был шейх Ахмад Арифа'и. Воистину, это не что иное, как сказки древних народов. Затем он становился твердым время от времени. Затем он вновь возвращался в свое тело. И он говорил людям, что были вокруг него. «Если бы это не было милостью Аллаха, я бы не возвратился к вам». Они также упоминают, что у Ахмада Арифа'и был всего лишь один глаз. И причина этому, они говорят, была в том, что когда дочь его пришла к нему, он был расплавленным на полу, то есть он превратился в водяное пятно. И она начала играть с его глазами, когда он был водяным пятном. Она играла с ним. И когда его тело стало нормальным, его глаз оказался поврежденным. Машаллах! Это чудо! И здесь вы можете найти среди его чудес, что он обычно сидел внутри духовки, когда пекарь продолжал печь в ней. Он обычно сидел внутри духовки рядом с хлебом. И с ним ничего не происходило. Он спал и расслаблялся внутри духовки. Машаллах! Там нужны хотя бы трое таких аулия, чтобы помочь нам в сражении с Израилем. Посмотрите сюда, на аулия. И мы уже упоминали об этом, что плод, находящийся в чреве матери, не упускается из виду аулия. И он знает о нем все. Они даже упоминают, что беременная женщина как-то пришла к Ахмаду Аль-Рифа'и, и он сказал ей, у тебя будет мальчик. И когда она родила своего малыша, она сказала, ты же сказал, что у меня будет мальчик. А я родила девочку. И он сказал ей, в Аллахе, я лишь сказал тебе, что это мальчик, после того, как потрогал его яички своими руками. После того, как потрогал его яички своими руками. Посмотрите на этот позор. Они также говорят, что он, то есть аулия, может стать одними с сифатов Аллаха. Уф! Аулия может стать одними с сифатов Аллаха. И где же ваше исчерпывающее утверждение Танзиха Аллаху, жемчужина ожерелья, страница 68? Аулия может продавать дворцы в раю. Однажды произошел спор между двумя людьми, и они обратились за советом к Ахмаду Арифа'и. И Ахмад Арифа'и спросил у мужчины, и этот сад, ты продашь его мне? И человек сказал, да. Человек спросил, а за что? Тот ответил, я куплю его у тебя за дворец в раю. Он сказал Ахмаду Арифа'и, если ты хочешь сад, то купи его у меня за то, что я попрошу. И тогда Ахмад Арифа'и кивнул головой и пожелтел, а затем начал меняться. Он поднял голову, и желтый цвет превратился в красный. И он сказал, о, Исмаил, я куплю этот сад у тебя за то, что ты просишь, а это рай. И он попросил его написать это своим почерком, и он сделал это. С именем Аллаха, милостивого и милосердного, я, Исмаил ибн Абдин Мунь, приобрел у бедного презренного слуги, Ахмада Арифа'и, по гарантии щедрости Аллаха Всемогущего, дворцы в раю, в общей сложности с четырьмя границами, во всех именных раях. Первый в райском Эдеме, второй в саду Престанище, третий в саду Вечности, и четвертый в Дженна Тульфердаус, со всеми сыновьями и дочерьми, то есть со всем убранством и мебелью. Со всей обстановкой, одеждой, реками и деревьями, по цене своего сада на земле. И Аллах свидетель и гарант тому, что я сказал. Жемчужина ожерелья, страница 71. Вот так. Это то, что они упоминают. Но и это еще не все. Там еще много чего. И еще, если у вас есть нужда, и вы не в состоянии путешествовать до могилы Ахмада Рифааи и попросить его о своей нужде? Нет, нет, нет. Если кто-то, к примеру, хочет взять омовение и нет воды, то вместо омовения он делает таямм. И здесь точно такой же случай. Взгляните. Сказано. Если у вас есть нужда, и вы не в состоянии достичь деревни Ум-Убайда, то есть деревни Ахмада Рифааи, где находятся его могилы, тогда поверните лицо в сторону деревни Ум-Убайда, сделайте три шага и попросите Ахмада Рифааи о своих нуждах. Посмотрите, как они заявляют, что возвышают Аллаха над любым несовершенством. И это куфр, это шик, это язычество, это индуизм, это буддизм. Остался ли в этом хоть какой-нибудь таухид? Нет, клянусь Аллахом. Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже него, караматы Рифаи, караматы Бадауи, тогда они радуются. И по этой причине они цитируют Алия бина Русмана Ар-Рифаи, который сказал, «О господа, любой, у кого есть нужда, пусть попросит меня. Тот, кто жалуется на своего императора, своего шайтана, свою жену, свое животное, свою землю, если она не прорастает, или пальмовые деревья, если они не плодоносят, или на животное, если оно не беременеет, пусть просит у меня, и я отвечу на его просьбу». Что означает, дорогие суфии, что ваш господь это Алия бина Русмана. Пусть просит у меня, я отвечу на его просьбу. И ваш господь это Алия бина Русмана Ар-Рифаи. Пусть просит у меня, я отвечу на его просьбу. Это обожествление. Эти качества подходят только Аллаху. Мы находим эту речь, конкурирующей с ним. И он просит своих суфийских поклоняющихся просит у него, и он ответит на их просьбу. Бисмиллах, Машаллах. Хоть ли это монотеизм, таухид, с которым пришел пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Это из книги «Жемчужина ожерелья», страница 323. Затем они упоминают еще одно чудо. И это, безусловно, взято из книг Рифаи, таких как «Жемчужина ожерелья». Что это за книга, я клянусь Аллахом. Он не оставил мифа, которому бы вы не нашли ничего подобного даже в индуизме и в буддизме, не написав о нем. Этот человек сам назвал себя Абу Гуда, отец истинного пути, тогда как он, клянусь Аллахом, отец заблуждения. А теперь взгляните на это чудо. Он рассказывает, что была группа людей из Бейрута, которые находились в плену у франков. Он говорит, нас было 12 человек, и мы жили в стране франков, и они использовали нас в тяжелом труде до такого состояния, что мы чуть не умерли. И откровение от Аллаха однажды снизошло на нас. И мы сказали, о, наш садиди Ахмад Аль-Бедауи. Люди говорят, что ты возвращаешь заключенных обратно в их страны. И имейте в виду, что Ахмад Аль-Бедауи давно уже был мертв. Но для них, даже если он умер, он все равно Господь. Ничего во Вселенной не скроется от него. И он обладает вселенскими способностями. Они молятся ему, а он исполняет. Это апофеоз. Это то, что делало доисламское язычество. Итак, «И мы просим тебя ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы ты вернул нас обратно». Они просили его ради пророка, а не ради Аллаха. Аллах же ничего не может с этим поделать. Аллах ничего не мог с этим поделать. И вот они просят Аль-Бедауи ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он помог им. «Мы просим тебя ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы ты вернул нас обратно в нашу страну». Затем они рассказывают, что мы направились к пустой лодке. Нас спустили на воду, или мы поплыли. И франки ничего не смогли с этим поделать, пока мы не отплыли вглубь моря на две мили. И лишь затем они поплыли за нами. И они не смогли догнать нас, вплоть до того, как мы достигли нашей страны. И это не по милости Аллаха, нет. Это по милости Саиди Ахмада Аль-Бадави, который был одним из тех людей, о ком Аллах, Субхану Тааля, сказал, они даже не подозревают, когда их воскрисят, и которые не ведают об их зове. Нет, это что-то другое, которые не ведают об их зове. Хотя старым язычникам Аллах приказал взывать к тем, кто был людьми, подобно им. Людьми, подобно им. Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы. А если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В день воскресенья они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как ведающие. А в другом аяте? И которые не ведают об их зове. А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. Кто? Истуканы? У вас есть проблемы с истуканами или людьми, которые являются рабами, подобно вам. Те, чьи лица были изображены на изваяниях, как рассказывает об этом Ибн Хаджар. И рассказ о праведниках говорит о начале идолопоклонства в народе Ноха. Это предельно ясно. Древние язычники, даже во времена пророка Ноха, их ширк начался со смертью праведных людей. И это то, чем вы занимаетесь сейчас. Вот как началось язычество. И это то, чего хотят Ашарифы и Суфии. Вернуться к первым временам невежества. И, кстати, это оказалось правильным вероубеждением для Абдул-Кадри Аль-Хусейна. Когда он оставил Вахабиза, он проглотил язычество. Посмотри на язычество, которое ты принял. Абдул-Кадри Аль-Хусейн, я опубликовал 150 видео с названиями «Почему я оставил Вахабиза?» За пять минут мы доказали тебе, что ты оставил Вахабиза, чтобы присоединиться к язычеству. И ответим. Попробуйте. О, те, кто это принял. О, те, кто это возвеличивает и прославляет. Великий шейх Айбн-Арабий. Он величественнее, чем Аллах, потому что он сказал «Аллах поклоняется мне». И теперь у вас есть тот, кто более велик, чем Аллах. Шейх Акбар означает, что он более велик, чем Аллах. Почему? Потому что он сказал в книге «Фусулсу-ль-Хикам» на странице 82 «Он восхваляет меня, а я восхваляю его, и он поклоняется мне, а я поклоняюсь ему». Опровергните это. О, Абдул-Кадри Аль-Хусейн, поздравляю тебя с тем, что ты оставил Вахабиза и принял язычество. Ассаляму алейкум и рахматуллах.